Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда инвестировать в непростые времена. Сегодня больше про развитие мышления, про историю, про то, каким образом доллар и почему доллар занял вот такое вот господство, почему большая часть международных расчетов осуществляется в долларах. То есть, несмотря на то, что всем не нравится ситуация, когда Соединенные Штаты Америки ведут себя, как в фильме «Бриллиантовая рука», «Продайте билеты, а если не будут брать, отключим газ». А если не будут брать, отключим газ. Соединенные Штаты Америки ведут себя, как вот этот управдом, и доллар является управдомом. То есть, как получилось так, и почему с этим все согласились, что доллар занял такую господствующую историю в международных расчетах, и почему сейчас достаточно сложно, опять-таки, отказаться от него единоразово. Итак, я расскажу свое видение, каким образом это осуществлялось, почему к этому пришли, ну, а выводы делать только вам самим. Некую такую предысторию, да, хотелось бы начать с начала 20 века. И начало 20 века оно характеризовалось двумя, даже не двумя, а большим количеством, как геополитических событий, так и экономических событий и последствиями этих событий. И если говорить в плане экономики, то в мире, соответственно, возрастали две силы, достаточно большие в плане экономики. Это Российская империя и Германская империя, да, то есть Германия как таковая. Это инновации, это развитие человеческого капитала, это проводившиеся реформы, это отношение, в первую очередь, в Германии к новым технологиям, когда там на государственном уровне реализовывалась программа внедрения инноваций, роста производительности труда, громаднейшее достижение в области физики, химии, приборостроения, новых материалов. И постепенно две эти страны начали составлять серьезную конкуренцию к воспутствующему на тот момент доминанту, назовем это так, Великобритании. То есть империя, над которой никогда не заходило солнце, которая контролировала большую часть территории планеты, большое количество колоний и есть интересы Великобритании. Итак, что же произошло? Ну то есть, во-первых, произошла Первая мировая война. Первая мировая война, в которой произошло всплокновение как раз-таки Германии и России. По итогам которой в России, в принципе, сменилась власть, то есть пришли большевики к власти. В Германии, как таковой, смены власти не произошло, но она была там принуждена к неприятному миру. И экономическими последствиями того, что происходило, стала глобирующая инфляция, причем как в РСФСР, так и в Германии. Приблизительно по времени проходило одинаково, потому что проведение боевых действий, это, соответственно, мобилизация, это то, что отвлекается значительная часть трудовых ресурсов, причем достаточно эффективных, с высокой производительностью труда в рамках мобилизации, мобилизационной политики, которую ведут государства. Переориентация промышленности и экономики на военные рельсы, то есть, соответственно, это отсутствие инвестиций в развитие производства, других направлений, не связанных с военным производством. Научная мысль тоже сконцентрирована на развитии военных вещей. И таким образом, получается, отвлекается значительная часть ресурсов, причем этих ресурсов всегда недостаточно. И это касалось и Российской империи, которая после Первой мировой войны, соответственно, еще и вела гражданскую войну, интервенция была. То есть, там, соответственно, что делали? Печатали деньги. Просто элементарно печатали деньги, которыми все, в принципе, финансировалось. То же самое было в Веймарской республике. То есть, финансирование военных расходов осуществлялось за счет печати денег. Денежная масса в странах увеличилась, количество денег увеличилось. Но из-за того, что ведутся боевые действия, из-за того, что люди как бы поприжались, никто не тратит никуда, да, даже если денежные знаки поступают в экономику, то в этом случае они не поступают в оборот. Скорость обращения денежных средств, то есть, есть денежная масса, есть скорость обращения денежной массы, как быстро поступившая новая денежная масса, да, как быстро она внутри экономики обращается. И получается, количество денег увеличилось, а скорость обращения схлопнулась. То есть люди деньги не тратят, они просто ее как бы придерживают. Закончилась война. После войны некий такой восстановительный эффект, нужно восстанавливаться экономикам. Опять, откуда взять деньги? Кто будет этим стимулом? Частного сектора нет, да. Работники, соответственно, постепенно, плавно идет восстановление после войны, да, какие-то восстановительные процессы. Денежные средства откуда взять? Напечатать. То есть государство проводит стимулирующую политику, оно просто печатает денежные средства. Это превращается в некий такой нарастающий кок. Постепенно начинаются восстанавливаться экономические отношения, постепенно скорость обращения денег увеличивается, но прибыли не создается значительное количество. Денежная масса увеличилась, а количество производимых товаров и услуг не растет, ниоткуда вырасти, да, и получается денег много, они обращаются быстро, количество товаров не увеличивается. Начинается галлопирующая инфляция, причем как в РСФСР, так и в Веймарской республике. И она ускоряется, и скорость все больше и больше и больше и больше набирает. В итоге любые попытки каким-либо образом сдержать, уменьшить количество нулей, выпустить альтернативную валюту, которую производили и в Советском Союзе, и которую производили в Германии, ничем не увенчалось, да. То есть, несмотря на то, что сокращали количество нулей, выпускали новые, с меньшим количеством динаминировали, это не приводило к тому, что инфляция замедляется. В конечном счете все закончилось тем, что и в Веймарской республике, и в Советском Союзе были введены определенные денежные знаки, которые были обеспечены, у которых было реальное обеспечение. В Советском Союзе таким обеспечением стали золото и драгоценные металлы. 25% обеспечивался рубль, и на 75% он был обеспечен товарами первой необходимости, реальными товарами, солью, спичками, сахаром, которые позволили непосредственно стабилизировать курс национальной валюты. И которые начали принимать к расчетам другие страны, даже международной торговли. В Веймарской республике это была рентмарка. Рентмарка, она пришла на смену рейсмарке, которая динаминировалась постоянно. Обеспечена она была опять-таки введением налога, налога на производство, налогом на землю. То есть все производства, все фермеры, все обязаны были платить налог за счет вот этого налога, на котором стоит ферма. На этой ферме есть там утки, гуси, коровы, коровы дают молоко. Соответственно фермер все это продает на рынке с галопирующей инфляцией. И соответственно ему говорят, слушай, вот ты будешь со всего этого платить, со своей земли, на котором ты все это производишь, будешь платить 4% и этими денежными потоками пофиг на инфляцию. Будет инфляция 1000%, вопросов нет, ты будешь в этих фантиках просто платить 4% от того, какой землей ты владеешь. И таким образом они стабилизировали ситуацию, потому что было опять-таки частично обеспечено небольшим количеством золотовалютных резервов. Большая часть была рентным доходным, который приходится с земли. Выводы были сделаны в 1944 году в рамках Бреттон-Вудского соглашения. Здесь было некое понимание, связанное с тем, что уже во Вторую мировую войну было втянуто большое количество стран. По своим масштабам и задействованным сторонам, то есть это были страны Африки, это была разрушенная Европа, причем вся и восточная и западная, это был Китай, это была Япония, которые тоже непосредственно были разрушены. И соответственно причины, которые привели к тому, что было подписано Бреттон-Вудское соглашение, и экономисты как раз таки им и сказали, ребят, ну вот давайте сядем вместе и подумаем, как нам дальше жить. А дальше жить у нас получается следующим образом. Страна, которая меньше всего коснулась Вторая мировая война в плане экономики, развала экономики, производительности труда, это Соединенные Штаты Америки. То есть Соединенные Штаты Америки не только сохранили, но и увеличили производственный потенциал, сохранили и увеличили научные разработки. В том числе они там, большое количество немецких ученых сдалось и предпочло сдаться западной группе войск, да, то есть союзникам. И потенциал, соответственно, сохраняется. То есть человеческий потенциал, производственный потенциал, мало того, там Советский Союз, который пользовался соглашением о Ленд-Лизе, платил преимущественно золотом, то есть там еще и золотовалютные резервы. То есть все обеспечено, у нас все хорошо, у нас мощная экономика, у нас мощная производственная база, у нас мощная технологическая база, то есть все самое лучшее, в принципе, сконцентрировано у нас. Поэтому, если будет стоять речь о том, что вам нужно ваши экономики восстанавливать, вы как собираетесь это делать? Вы же у нас будете это покупать? Станки будете у нас покупать, металлы у нас это будете покупать. Да, вы там сами у себя что-то можете сделать, но технологические вещи, то есть рост своей экономики, вы за счет чего будете обеспечивать? Мы уже видели пример Советского Союза, мы уже видели Германию после Второй мировой войны. Экономика сама в разрухе, взяться деньгам неоткуда, страны начинают печатать деньги, и вы можете получить галлопирующую инфляцию. И каковы будут последствия этой галлопирующей инфляции? Опять голод, мор, да, и, соответственно, давайте вот, чтобы этого избежать, мы подпишем соглашение, что, первое, не надо ничего придумывать, вообще не надо ничего придумывать, потому что всегда выходом из ситуации было обеспечение валюты в трансграничных операциях, чтобы защититься от инфляции, обеспечение золотом. У Соединенных Штатов очень много золота, у Соединенных Штатов очень мощная производственная база, которая не коснулась, мы можем вам поставлять станки, да, но когда вы будете рассчитываться, то расчеты будут происходить в рублях, по фиксированному курсу, по фиксированному курсу, то есть не надо придумывать никакую новую рейхс-марку, рент-марку, в Советском Союзе какие-то новые обеспеченные рубли, вот подписываем соглашение, и в международных расчетах используем доллар, он надежный, он обеспечен золотом непосредственно, и давайте таким образом будем это производить. Все с этим согласились, в том числе даже в Советский Союз было подписано Братенбургское соглашение, да, что в международной торговле, соответственно, используется доллар. К чему в конечном счете это привело? С одной стороны, послевоенное восстановление после Второй мировой войны и Европы, Германии в первую очередь, и Японии, оно произошло достаточно безболезненно, оно было без вот таких серьезных галлопирующих скачков инфляции, восстановительные процессы произошли, но после этого начались какие-то определенные злоупотребления, и тогда, соответственно, Соединенные Штаты сказали, ну типа все восстанавливается, да, восстановились, а что дальше? А дальше возникло желание, да, то есть если посмотреть, появился новый гегемонт, то есть Соединенные Штаты в этом плане сместили с мировой арены Великобританию, и основная причина была тем, что люди были напуганы, предыдущие экономисты были напуганы, что если не принять какой-то эталон в международных расчетах для восстановления, да, что страны, правительства, подвергшихся участию в войне, в боевых действиях, они просто начнут печатать деньги, получат высокую инфляцию, она, и ничего с нее не сделаешь, в конечном счете все равно придется переходить к каким-то обеспечениям, а это обеспечение было готово. В 1972 году, соответственно, Бреттенвудское соглашение, Никсон сказал, что, ребят, все, все, кому должны, мы прощаем. Франция в первую очередь поступила таким образом, что она в своих расчетах собрала большое количество долларов, привезла эти доллары в Соединенные Штаты Америки и сказала, Америка, вот те твои доллары, давай нам золото, мы все, мы восстановились. Америка в тот момент, в тот промежуток времени, в принципе, сначала разово заплатила, когда пришел первый крейсер, но в дальнейшем это был бы прецедент, что все бы приходили и возвращали, а долларов было уже напечатано чрезмерно много. И эта история связана с тем, что есть такое понятие синие раш, то есть присвоение, какого количества, разница между издержками для того, чтобы напечатать доллар и номинальной стоимостью напечатанной купюры, что ты за это можешь купить. То есть условно себестоимость напечатать одну 100-долларовую купюру составляет условно, я говорю, 1 цент, а купить ты можешь на 100 долларов золота, мороженого, нефти. И здесь получается, кто вот этим синие рашем, кому он принадлежит, кто присваивает вот эти вот 99 долларов, то есть тот, кто имитирует этот доллар, у кого право имитирования этого доллара есть. И, соответственно, началась скупка каких-то реальных активов, экспансии, воздействия, создание международного валютного фонда, банка реконструкции и развития, где ключевыми игроками по-прежнему были Соединенные Штаты Америки, и они диктовали. Почему к 70-м годам возникла необходимость поставить на место Соединенные Штаты Америки? Потому что если Европа еще более или менее была самостоятельной, в этот же самый период времени началось то, что многие колонии начали отделяться, заявлять о независимости, от независимости в первую очередь, от Нидерландов, где-то от Германии, где-то от Голландии, где-то от Испании. И, соответственно, когда там в Африке какая-то страна становится свободной, а у нее алмазы есть, чьи интересы там будут, кто там будет управлять. Соединенные Штаты привезли туда деньжат, долларов напечатанных, свеженьких. И, соответственно, чтобы вот это вот как-то приостановить при Деголе, получили то, что когда аукнулись и поняли, что если сейчас это дальше будет продолжаться, то государство Соединенные Штаты Америки очень быстро обанкротится. Соответственно, и было заявлено Никсоном, что, ребят, все, кому должны, мы прощаем. Доллар отвязываем от золота, от золотого стандарта. В принципе, с этого периода времени доллар, по сути, стал необеспеченной бумажкой. Но суть в том, что в международных расчетах он занимает уже такой вес, такую долю. И напомним еще раз, да, то, что никакого евро еще речи даже не шло о создании зоны евро или какой-то альтернативной валюты. И здесь возникает вопрос. Все технологичные товары, все производства, все исследования, да, они проводятся там в западном мире, наиболее современной, назовем это так, которая не связана с ВПК. Конечно же, в рамках военно-промышленного комплекса и освоения космоса Советский Союз вкладывало очень много ресурсов. Но если мы говорим про экономику, про производительность труда, то здесь не дофинансировано было в России, в Советском Союзе непосредственно. В мире же гегемонию заняли Соединенные Штаты Америки, да. В чем рассчитываться? Саудовская Аравия хочет поставить нефть в Китае, в Индию, в Европу, в Америку. Расчеты в чем производить непосредственно? Если производить расчеты в местной валюте, то к чему это приведет? Условно, Америка должна закупить нефть за доллары. Германия должна закупить Дерхамы за марки, Рейхс-марки, да, то есть за немецкую марку. К чему это приводит? Это возникает спрос на местную национальную валюту Саудовской Аравии. Она начинает на международном рынке очень сильно укрепляться. И на своем локальном рынке она начинает расти. И это приводит к тому, что себестоимость производства за доллары, за Deutsche Marker на международном рынке, себестоимость производства начинает расти. И вот чтобы этого не было, чтобы не было всяких вот этих вот болезней, да, сырьевых экономик, доллар прекрасно справлялся. Он был стабильным, он был волатильным. А Международный валютный фонд, он, соответственно, периодически предоставлял займы, да, в долларах, в валюте непосредственно. И в конечном счете вся мировая торговля, она была построена вокруг доллара. Хотя все прекрасно понимают, осознают, что 70-х годов он фактически ничем не обеспечен. Но отказаться быстро сейчас, когда налажены цепочки от доллара невозможно. Но сейчас мы видим постепенный отход, и опять, когда возникают вопросы, Брикс говорит, а давайте создадим свою валюту. Как считать? В чем считать? По каким паритетам считать? Чем обеспечивать? Как обеспечивать? Нужно написать правила, нужно все это согласовать. То есть, какова доля золотовалютных резервов России будет в обеспечении вот этой вот единой валюты Брикс? А Китая? А Индия? А Бразилия? Как это соотносится? Кто будет принимать эту валюту в торговле? Инфраструктура, международные платежи, скорость обработки информации. И самое главное, паритет, чем обеспечено и каким образом это компенсируется. Поэтому пока вопросов больше, чем ответов. Но если говорить в чем и как, какова была история того, что доллар занял вот такое господствующее место, как раз таки являются результаты 20 века, Первая мировая война, болезненная история, связанная с инфляцией, Вторая мировая война, господство, господство доллара, как инструмент уже готового обеспеченного валютой и предотвратить, во-первых, инфляцию в странах, которые подверглись большим разрушениям в результате мировой войны, и второе, чтобы сдержать инфляцию. И это было как некое такое меньшее зло, давайте вот примем это за правил. Ну и 70-е годы, это тоже отдельный большой блок, то есть когда с одной стороны отказались от обеспечения доллара золотом, второе, это когда была договоренность между Соединенными Штатами Америки и Саудовской Аравии, что расчеты за нефть появился, то есть не доллар, обеспеченный золотом, а появился нефть и доллар. Все расчеты за нефть осуществляются в долларах, абсолютно все расчеты, с крупнейшими поставщиками. А когда нефть в общем мировом производстве занимает там долю порядка 70%, в любом предмете, который нас окружает, поэтому получается он сейчас вот именно непосредственно был обеспечен нефтью. Что будет дальше, покажет время, а сегодня некий такой экскурс. Давайте закончим. Нравится ли вам? Нужны ли от меня такого рода обзоры? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok